В Бердянске массовое отравление детей. Произошло это в летнем лагере санатория Лазурный. Шестеро ребят сейчас в медизоляторе, еще 30 под наблюдением медиков в местной больнице. У них, как сообщают чиновники, облздрава, легкое недомогание. Что же испортило отдых, узнавал Сергей Бордюжа. 261 человек. Столько детей привезли 11 июля в Лазурный из Днепра. Все они льготники. Дети ветеранов и бойцов АТО. Но уже через 5 дней отдыха из лагеря начали обращаться за медпомощью. Жаловались на диарею и рвоту, говорят родители. На 18 число 73 обращения детей. Да, там были по 2-3 раза за сутки дети обращались, о которых плохо. Они приходили, их опять записывали. Но запись гласила, одна таблетка чего-то, две таблетки белого угля. Официальная информация, 6 детей в изоляторе и еще 30 в местной больнице. Под присмотром врачей. Не с целью называется лечение, потому что тяжесть их состояния не требует госпитализации. Но учитывая массовость, и мы не знаем, что это причину такову, потому что взяты только анализы. Прессу в Лазурный не пускают. Частная территория. При этом в Бердянской мэрии сегодня заявили, разрешения на оздоровление детей у санатория нет. Данное учреждение было обследовано 5 раз. И каждый раз были составлены акты о том, что они не готовы принимать. У них масса нарушений. Путевки в Лазурный детям предоставили в мэрии Днепра. Там, говорят, выбирали санаторий с помощью системы Прозора. Завтра, ну скажем, посетим этот лагерь, когда мы это все увидим. И если, конечно, будет безопасно, это будет какая-то инфекция, то есть мы договор расторгнем. Где и как дети могли подхватить острую инфекцию, представители санатория не знают. В понедельнику будут все анализы. Скорее всего, это ротовирусная инфекция, которую, возможно, дети привезли с собой. Разбираться будет спецкомиссия. Результаты направят в полицию и прокуратуру. Правоохранителям также придется выяснить, каким образом санаторий выиграл тендер на оздоровление детей. Сергей Бордюжин, Елена Миндалек, Игорь Воробей, Евгений Коденцов, телеканал Интер.